Сергей Антонович моделированием увлекается с детства, но 15 лет назад для хобби появилось больше времени и работа пошла серьезная. Сделал один первый макет первого русского фрегата «Орел». Его потом на Дону сожили казаки. Родственница одна, вот сделай, да сделай кораблик. Вот надо, ну там поверишь, что он здоровый привозит домой, если парусник стоит. Но я, правда, быстро надо было, 20 дней. За 20 дней я его состряпал, а потом пошло уже посерьезней. Этот уже вот делал 4 месяца фрегата. У этого корабля 54 пушки. Имитация шкивов, где пропускаются корабельные снасти. Все сделано своими руками по чертежам из книг. А это линкор первого ранга «Святая Русь». Выточены медные орудия, как у настоящего корабля. Нижняя батарейная палуба, главный калибр помощней пушки. Чем повыше, тем пушки уже такие потоньше, чтобы остойчивость корабля была, чтобы не перевернулся. Здесь все, и терраса, вот две, пожалуйста. Все там штурвал, там все оборудование. Даже корабельная рында есть, знаете, судовой колокол. Вон там видняется, медный. Полтора года работает. Иногда, как в модели линкора первого ранга «Отечество», Сергей Антонович делает дополнительные паруса – лисели. Их ставят в море, когда слабый ветер. Все паруса из капроновых лент. Корпус из натурального дерева. С него и начинается постройка парусника, чтобы соблюсти все пропорции корабля. Рангоут – это вот мачты, рей, называется рангоут. Это из проволоки, из остальной. Потому что если сделаешь деревянное, все же сломается быстро, задеть нельзя. А если толще делать, пропорций не будет. Поэтому у меня родственники все свои зонтики старые разбирают, сюда приводят все детали. А это внучка мне заказала. Раньше были два таких корвета. Это корвет. Одним командовал капитан Беллинсгаузен, а одним – Лазарев. Они северный морской путь разведывали на двух корветах. Вот это мирный называется. Корвет мирный. 15 кораблей за 15 лет сделал Сергей Антонович. Сейчас он работает над парусником с салыми парусами, сорокопушечным и бригом с золотистыми. Практически все модели парусников судомоделист-любитель дарит родным и близким. Ведь паруса приносят в дом здоровье и счастье.